Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От их, значит, законодательства и от их прихотей, когда они услышали это, ну давайте купим их билет. Давайте скинемся. Давайте скинемся, да? Любое место в мире готовы. Только в один конец, да? А другой вопрос, куда же они уедут? Где такое место? И самое интересное, что раб Исхак Юсеп это место назвал, но мало кто в Израиле обратил внимание, в силу слабого знания исторической географии. А он назвал. Он сказал, что есть такой город, куда они хотят ехать, куда он бы может уехать и всех увезти. И он сказал, Унгвар. Дело в том, что рядом с ним там в то время крутился раввин Ашкеназ из этого города, которого Ашкеназы до сих пор называют Унгвар, хотя он называется по-другому. Вопрос, где находится этот Унгвар, где же их будут содержать и не пошлют служить, где такое благословенное место, где не надо воевать и где содержание без требований. Еще и кормят. Да, но он будет платить все, что нужно и ничего от вас требовать не нужно. Вот где этот Унгвар? Унгвар это Ужгород. Прекрасное место. Старое название, прежнее название. Понимаете? Но то, что великий вождь и наставник религиозных сефардов не знает, что Ужгород в свое время, еще совсем недавно, бил рекорды, как сам антисемитский город в Украине, что там именно в Ужгороде мэром был Сергей Ратушняк, который набросился на палатку Фронтзмин. Это партия Аксения Яценника. Он набросился на палатку, решив, что Арсений Яценюк еврей, но что нет? Вот. И избил девушку, которая там стояла, поскольку евреям тут не место. Ну ладно, это окей, это он может не знать. Проблема другая. Этот великий вождь всех религиозных сефардов вообще не знает, что происходит в Украине. Вообще не знает, он не в курсе. Пожалуйста, не говорите ему. Не говорите ему, что в Раду сейчас внесен закон о всеобщей мобилизации, да? Да, да, да. Который будет вот в конце марта рассматриваться. Ну я вообще за то, чтобы они туда поехали. Я за. Я не знаю, Унгвар кто-то спросил, но вот этот... Я за... Ну, кстати говоря, обратите внимание. Я, когда это услышал, я сижу хохочу. А рядом со мной находилась женщина, которая там убирается, беженка из Украины. И я ее перевел. Она говорит, ну так это же давно известно. Я говорю, что давно известно? Что евреи к нам перебираться будут. Типа за этим же война и ведется. Я говорю, как? Ну говорили же. Действительно, вот там разные конспирологи, типа супругов Цыганова, Вика Цыганова, супруга Дудя и многие другие. Они же говорят, что единственная... Небесный Иерусалим там будет возрождаться. Да, Новый Иерусалим. Я слышал это пару годов. Новый Израиль. Шевченко об этом говорил. Там куча антисемитов говорит именно об этом. А теперь эти антисемиты могут ссылаться на... Вот оно! Да! Причем это не какой-то раввин, это главный раввин, который является государственным служащим. И получает министерскую зарплату. В районе 55 тысяч. По-моему, это чуть-чуть больше, чем министерская. Но он называется, его официальная должность, решенный ЦИОН. Первый в СИОНе. Если вот первый в СИОНе такой отмороженный мудак, то представляете, какой там 15-й в СИОНе. Давид, а вот движение за качество власти, есть у нас такая организация, требует немедленно уволить Ицхака Иосефа с высокого поста. Имел ли право вообще главный сифарский раввин на подобные выступления, как госслужащий? Конечно, не имел, потому что именно когда вы отдали ответ на свой вопрос, он госслужащий, поэтому не имел. Ну, кроме всего прочего, тут надо сказать, что он идет и против израильского консенсуса. 70% израильтян против продолжения освобождения среди мадвоенной службы. Ну, и то, что вы говорили с Петей о том, что вязаные кипы сегодня являются костяком вооруженных сил, наряду со светскими, но это тоже надо сказать. Поэтому это вещь, которая делает совершенно непонятной. Ну, кстати, тот же самый упоминавшийся тобой Петр Ликимсон в этой программе, который я предлагаю всем посмотреть, заявил на мой аналогичный вопрос, заявил, что, конечно, имеет право, потому что он для того туда и поставлен, чтобы высказывать свое мнение. Он же не может, как госслужащий, призвать всех, например, есть свинину. Я не мог понять, при чем тут свинина, но тем не менее. То есть он высказывает свое мнение, он, так сказать, для этого туда поставлен, он духовный, так сказать, наставник. Ну, во-первых, это уехать свинину, это против его законов. Но если государство, которое ему хватит зарплату, решит, что для спасения государства нужно, допустим, тяжелым больным есть свинину, и он выступит против этого, он не будет иметь права это сделать как госслужащий. Точка. Ну, он это сделает. Ну, я не знаю. Его папа находил всякие вещи, типа пико, хнефиш, угрозы для жизни, она заставляет отказаться от территории, но есть другие вещи. Его папа умел такие вещи выкрутить так, что про его папу Рава Авадийса поговорили, что он сможет найти галактическое обоснование того, чтобы сделать свинину кошерной. Ну, видишь, природа на детях иногда отдыхает, то есть Рав Авадий СФ был, говорят, великим звонотоком Торы, одним из лучших. И тем не менее, вообще, почему полез Сефарский Равин, полез вообще в это дело? Ведь Сефарды как раз очень многие, вот в частности избиратели партии ШАС, они все служат в армии. То есть он как-то не в своей семье? Да, это опять-таки то, что обратил внимание Петя, но тут дело в том, что Сефарды никогда не имели своих родим. Они не имели вот такой вот отряд ортодоксов, которые должны жить за счет общины и так далее. И остальные не могли слишком много это позволить себе в были века, да? Но у Сефардов вообще совершенно другая традиция. Рамбом одновременно великий Равин и врач. Раши, он этот великий Равин и этот владелец Виноградника. То есть большому Равину не впадло было еще быть крупным специалистом в чем-то другом и именно этим зарабатывать на жизнь. Поэтому у Сефарда совершенно другая традиция. И в общем вот наши три лагеря, условно говоря, Ашкиназы, Ортодоксы, Сефарды, партия ШАС и Вязаные Кипы, то ШАС остался всегда где-то ближе к Вязаным Кипам, чем к Ашкиназам, Ортодоксам. И вот то экстравагантное выступление Рава и Сефа Юаль Карни назвал терактом против партии ШАС. Потому что это очень сильно навредит. И вот кто должен сказать спасибо, это партии, которые будут представляться религиозно-сионистов, и партия Рикут, которая может, если правильно это разовьет, может на этом получить голоса. Ну а то, что хотят этот Сефарды, что хочет, допустим, семья ИСефа, они хотят иметь собственный спецназ, собственную вот такую пасху, которая тоже не работает и сидит на содержании других. Вот такой вот. Ну, посмотрим. А вообще за какие такие вещи? Ну, вообще-то, смотри, что он доказал, одну вещь. Нас все время говорят, ну вот это должно быть нельзя, это так, вот так, мы последние 30 лет слышим. Вот надо, конечно, нужен закон о мобилизации, но он нужен по договоренности. Вот с 98-го года, как Богац этот сказал, а почему, собственно говоря, Верховный суд наш сказал, почему, собственно, одна группа населения должна по закону отличаться от остальных правах, вот нам все время говорят, ну, конечно, нужно, но по договоренности. Собственно говоря, Раф ИСеф доказал, что договариваются не с кем. И ни о чем. Только если билеты купить. Да, договориться не получится. А скажи мне, а за что вообще сей ученый муж удостоен был такого великой почести и стал главным равидом Израиля? Дело в том, что это он стал случайным. Искать ИСеф, конечно... По недосмотру, да? Нет, он является сыном Аватии ИСефа. Да, это я уже знал. Для сейфардов это очень много, потому что для сейфардов, допустим, даже этот, я помню, когда шла на сейфардских районах, этот агитация Забини Бегина, сына Минахима Бегина, там они кричали, что это то же самое Зера, он от семени, этот Минахима Бегина. Я думаю, что вот на шканозийской улице такая пропаганда мне не прошла, да? Это сын его спермы. Оно бы так... Оно вот на сейфарской это работает. Но дело в том, что сам этот... Сам Аватия хотел другого сына сделать. И там просто был какой-то скандал с конфликтом интересов, и поэтому другой сын не смог. Поэтому назвали, назначили как ИСефа, которые этот, как бы сказать, рафапарадчик, да? Вот есть партапарадчик, есть партапарадчик, есть партинный народ, вожди масс, есть политические лидеры, да? А есть партапарадчики, сухие, серые, не харизматические. И вот раф ИСеф, он не этот такой вот галактический мудрец, хотя бы как его папа, и не вождь масс религиозных. Он рафапарадчик. За все свои годы, с 2013 года он сидит на посту Реча Ольга Циона, главного сейфарского раввина, он не сделал ни одного интересного галактического постановления. Никак не сумел приблизить это, даже более светскую публику к Рабануту. Но, и скорее всего, он теперь останется в истории именно этой фразы, которую он сказал. Типа, отлил. То есть, слава Герострата его настигла? Да. А скажи мне, вообще имеет значение в нашей стране, вообще, кто будет главным раввином? То есть, какая разница, в общем-то? Сделал он галактические постановления, не сделал? Ну, это как с этим государственным кашютом. Он никому не нужен, потому что по настоящему религиозных есть свои виды кашюта, которых они поддерживаются. И на государственные кашюты они смотрят достаточно ковши. Так вот, ортодоксам у них есть свои раввины. А светским главный раввин не нужен. Поэтому, в принципе, точно это ненужная вещь. То есть, вообще должность главного раввина не нужна? Да. А у нас их два. А, вот тут я хочу рассказать анекдот. Так. Это мне когда-то, я спросил, пытаясь это понять, я спросил это у Аурума Бурга. Это сын основателя партии, одного из основателей партии Мавдаль, Юсефа Бурга. Самый религиозный человек, я сказал. Депутат Кнесс это в прошлом, министр и так далее. Да, да, да. И, ну, спикер Кнесс там был. Вот, и этот, я ему спросил, зачем нам два раввина? Он говорит, скажи, а ты знаешь, зачем в раю есть только один раввин? Я говорю, нет. Он говорит, потому что если бы там было два раввина, там бы был ад. Вот это, по-моему, про нас. Ну да, то есть это, собственно, и все объяснения, да? Хорошо. А скажи мне, а чем бы нам бы вот Сулива, вот если бы представить себе так фантастически, что вот он возьмет и сдержит свое обещание. Все-таки главный раввин, государственный человек, обладающий полномочиями. Завтра он скажет так, всем собрались, вот билеты и полетели. Ой, вот это реально опасно. Представь себе, у тебя возникает хронический профицит госбюджета. Потому что та уйма денег, которая тратится на них, остается в бюджете. Это хронический профицит. Ты представляешь, к какой депрессии это тебя приведет? Да, конечно. Вы можете это сказать? Вторая вещь. И поскольку оскорблялась религиозная и чувство, у нас нет транспорта по субботам. А теперь он будет. И вдруг он возникнет, транспорт по субботам. Как с этим жить? Как с этим жить? Будет транспорт по субботам. Опять-таки, это обозначает, что, допустим, Александр Горальев, вполне возможно, скажет, а если есть транспорт по субботам, я могу ехать, то, наверное, опять-таки, больше, это, скорее всего, его увеличится и в обычные дни. И очень многие люди откажутся отлично от транспорта. На дорогах исчезнут пробки! Это плохо. Как ты будешь с этим жить? Опять-таки, я прошу прощения, отказ от обязательного кашлота будет способствовать тому, что упадет монополия на пищевая монополия. И продукты в магазинах сразу там сильно упадут в цене, ну, хотя бы до уровня Евросоюза, а может быть, еще ниже. Ну, я, кстати, поясню, почему. Потому что сейчас параллельный импорт, то есть, вот если какая-то компания хочет привезти продукты питания, то они сталкиваются с огромными сложностями, потому что у нас не признается кашрут, который выдается за рубежом. То есть, британский, французский, американский кашрут наши ребята не признают. Нет, так вообще не будет кашута. Ты представь себе. Ну, я не говорю о том, что все продукты еще вкуснее будут. Вкуснее будут. Кашрут, конечно, будет, но не будет вот этой жесткой монополии. Для тех, кто хочет. Да, конечно. Я не знаю, вот это, ты когда большинство изритян, которых я знаю, в том числе те, которые покупают в Израиле только кашерное, когда они поезжают куда-нибудь за границу, они и кашерное не ищут. Они ищут вкусное. Ну, что с ними будет вообще? А вкусное почему-то по странному стечению обстоятельств, как правило, не кашерное. Да. Как говорил этот малыш, малышей Карлсоник, чем еда вкуснее, это полезнее, тем она не вкуснее. Ясно. Хорошо, Давид. Ну, так значит, ты считаешь, что никаких последствий не будет этого выступления? Ну, как ли я стеркнул? Никто ему... Это трофические последствия. Я уже сейчас... Я сейчас говорю о результатах этого высказывания, не о действиях, о котором мы размечтались, а об этом высказывании. То есть никто не скажет ему «но-но-но», никто и не уволит его, несмотря на этот иск, который подало движение за чистоту власти. Я думаю, что нет, потому что нынешняя коалиция не будет его увольнять. Другой вопрос, что вот эта напряженность между лагерями продолжает нарастать. Чем это закончится? Я бы очень хотел, чтобы это закончилось бескромно, хотя бы внутри еврейского общества. Аминь. Оно может закончиться по-разному. Спасибо. Давид Эдельман, историк-политехнолог. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова